Проезд строго в масках. В общественном транспорте водители на каждой остановке делают объявления по громкоговорителю. О масочном режиме напоминают и кондукторы. Они, кроме пилетов у пассажиров, проверяют и наличие средств индивидуальной защиты. Помогают им дружинники. Лично я считаю, что для того, чтобы данный режим самоизоляции как можно быстрее прошел, нужно соблюдать все меры предосторожности. То есть не только медицинская маска, но и желательно также перчатка. За нарушением масочного режима предусмотрена административная ответственность. Если пассажиры отказываются надевать маску или не имеют ее вовсе при себе, их могут высадить. В исключительных случаях, когда граждане намерены отказываются соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и провоцируют конфликтные ситуации, если рейды проводятся совместно с полицией, составляются протоколы. На прошлой неделе их было два. Мы постоянно работу проводим с личным составом предприятий. Они, в свою очередь, инструктируют кондукторов и водителей с тем, чтобы они напоминали гражданам о том, что такой режим введен. Расклеено объявление в транспортных средствах об этом постановлении. Напомним, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во всех общественных местах и общественный транспорт не исключение, маска продолжает быть обязательным атрибутом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Меры по контролю были усилены с 1 мая. С тех пор в подвижном составе проводятся регулярные рейды. Сознательные пассажиры масочный режим в транспорте соблюдают, а к профилактическим рейдам относятся с пониманием. Я просто на улице их не одеваю, а так в общественных местах везде одеваю бакилы и как положено. В свою очередь все транспортные предприятия обеспечили персонал масками, перчатками и антисептиками. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняются. Перед выходом на линии трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Рейды, которые организуют два городских департамента транспорта и общественной безопасности при поддержке полиции и народных дружинников, проводят во всех видах общественного транспорта, включая коммерческий. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События.